здравствуйте друзья еду я домой из офиса и думаю знаете такую странную думу мы все находимся в несколько необычном положении то есть чисто так ментально вроде бы как заканчивается вот что мы там называли пандемией хотя немножко там в некоторых местах растет количество заражений там где народ очень актив активно включился но у нас в общем то все так более-менее ничего но вопрос о том когда откроются учебные заведения остается открытым и ну во первых у людей дети в школу ходят как бы отдельная большая тема и некоторые говорят что школы откроются вот с учебного года нового это у нас где-то ближе к концу августа происходит в разное время в разных школах где-то говорят что может быть до нового года пока вакцина не появится вот как-нибудь так вот они в онлайне там получится и но у нас все-таки учебное заведение нам тоже не безразлично и я пытаюсь время найти какую-то информацию и вот калифорнийская уж не помню там какое учреждение опубликовала учета образовательная наверное да какой-то министерство опубликовала guidelines такие да то есть руководство к тому как открываться школам но тут тонкость потому что начинается она с того что нужно не только читать руководство но и свои мозги иметь и в частности нужно посмотреть какое у вас там на месте разъяснения от вашей каунти ну я я думаю что если мы переводили бы каунти так в практическом плане на русский язык то мы не именно перевод а по сути мы бы сказали что каунти это район так вот какие у вас там районные власти чего они там скажут а здесь районные власти имеют большие полномочия вот так вот и живите наши районные власти ничего такого не сказали тут еще есть тонкость состоящая в том что есть учебные заведения разного уровня есть школы ну понятно но школы бывают частные бывают государственные и у них как как вы сами понимаете некотором смысле отличается подчинение да хотя безусловно то что районные начальники скажут она на всех распространять дальше есть университеты и комьюнити колледжи которые тоже в общем-то сколько там народу тоже подчиняется есть такие как мы частный сектор кулаки такие от образования которые тоже чему-то такого подчиняются надо у нас другое подчинение там есть специально бюро по делам потребителей там consumer affairs и вот мы не под department of education так вот почему я говорю что разного подчинения наверное должны быть какие-то разные правила с другой стороны должны быть какие-то общие принципы братья разные правила общие принципы в каждом значит районе свои дела и в принципе если так подойти к этому делу то на всю калифорнию я не знаю сколько у нас тут этих районов ну может быть под 80 я боюсь соврать это 68 много и может быть там в 90 процент из этих районов вообще люди не заметили что была какая-то пандемия знаете там где-то в горах в лесах в полях калифорния такая лесистая и степная и тут много чего эти горных гористая там народ может быть и не заметил может не вообще не надо было как-то из школ вынимать я не знаю но тут есть тонкость потому что все-таки это мощная государственная система публичные школы комьюнити колледжи и так далее ты не можешь им сказать значит пацаны выходим там 1 сентября но соблюдаем 6 футов там метр восемьдесят расстояние потому что в классе ну конечно вы можете столики поставить и вот в этих в этом руководстве которые я прочитал там о большом количестве страниц но там есть прямо место как в классной комнате должно быть и я смотрю что мы вообще-то вот у нас две классные комнаты мы в одну человек 15 а может и 20 могли бы вполне так посадить в соответствии с их требованиями то есть никаких проблем нет единственно что нам нужно будет уйти от этой рядности у нас сегодня рядами спарты стоят а надо будет их так поставить как соты в улье вот таким и все и и в общем там большая комнатчик 20 можно посадить другая другой класс у нас поменьше но тоже там не знаю человек 10-12 легко поместились бы это надо сесть распланировать но во всяком случае нет команды то есть принципы общее есть а команды что можно студентов собирать нет и там все прописано что должна быть их должны там температуру мерить что должны там быть эти дезинфицирующие там жидкости что то они должны быть в масках но то есть все 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 прописано кроме того что нет команды и я не знаю а сколько еще вот сколько еще может существовать учебное заведение которое платит 20 тысяч в месяц за аренду понимаете за за аренду помещение в котором нет никого ну я чтоб помещение не простаивала могу прийти там посидеть днем чтобы не сидеть дома хотя мог бы и дом сидеть мне никто не заставляет жанна вот сегодня я там несколько часочков сидел жанна тоже там было и урок пришла провести урок у нее в 5 часов начинается так она пришла к пяти часам вела урок мы начали немножко раньше вести уроки потому что на кампусе потому что раньше это было всем с 7 до 11 по местному времени но поскольку это все ушло в удаленку то появилось довольно много народу из других штатов которые раньше не имели возможности на кампусе учиться поэтому либо они учились у меня в онлайне по такой более упрощенной программе либо они должны были приехать сюда сейчас очень популярно стал сейчас примерно треть наших студентов кампуса это люди онлайн его учащиеся знаете так это совместили и вроде и дома и на кампусе у нас в калифорнии вот поэтому немножко ушло на на два часа вперед то есть мы теперь с пяти до девяти по местному чтобы люди которые там где-нибудь нью-йорке либо флориде чтобы мне было слишком поздно а то бы они заканчивали в 2 2 часа ночи это через черт на два часа сместили и вот мы с жанной но это так чисто символически мы используем еще вот почтовый ящик у нас есть если пришлют грин карту на что то есть друзья давненько давненько не присылали нам green card и номеров соцстрахования и такое ощущение что процесс как бы совсем прекратился в том смысле что люди кто приехал тот уже приехал а так больше новеньких не видать хотя меня все спрашивают человек от 4 наверное есть который вам не приходила к вам не приходил к нам не приходила но и вот я но я уже от этого отвлекаюсь там почтовый ящик конечно не стоит 20000 в месяц я извиняюсь до 250 тысяч год и я вас спрашивайся ну и и сколько такое может быть безусловно через то что произошло вот этот кампус он получил некоторые импульс в том чтобы предлагать обучение в онлайне тоже я как человек который больше в онлайне я не так сильно как бы завишу от этого от всего но но все равно ну что же я не чужой вот и вопрос о том сколько бизнесы могут находиться в ситуации когда им уже и помещение давайте вообще может скинем помещение вот она аренда заканчивается в феврале может вообще не иметь помещение никакого или взять одну комнату взять одну комнату поставить там три стола и пусть все приходят преподы там но больше трех не собираться знать так правило такое я не знаю вообще что что за жизнь и в да и уйти так в онлайн и все вообще никакого кампуса ними но для всяких начальников которые сверху знаете какая проблема возникает ну хорошо но вот у вас city college вот у вас школа вот вы разметили это помещение и говорите ну вот на этом помещении может собраться ну например там не знаю треть от того что собиралась раньше я уже не говоря о том что дети на перемене будут бегать и все это это отдельная история ну ладно ну хорошо не надо вас детей нет смысле в школе на взрослая школа ладно city college и там все взрослые но я извиняюсь а как они будут это ну помещаться их же их же втрое больше ну конечно можно какую-то сменность ввести можно какую-то часть занятий вывести в онлайн я не знаю но это кардинально меняет всю систему они могут сказать ребята ждем нового года но это тоже решение 5 да да вот еще вот вот полгода ждем еще нового года к этому времени нам обещают что будет вакцина всех перевакцинируем и будем ходить так же как раньше пишут в cnn заметка была что я не читал заметки только по заголовкам иногда ориентирует вот и там заметка что никогда еще американская молодежь не вступала так редко в интимные отношения как сейчас я их понимаю там же была заметка пару месяцев назад я тоже чуть не расплакался но тоже заголовок я читал не дальше что работники сферы сексуальных услуг тоже как-то поставлены в тяжелые условия вот этим социальным дистанцированием понимаете как людям вообще быть действительно профессионалом сложно сложно и вот вроде мы с одной стороны выходим из этого всего но с другой стороны как-то не очень и вроде вот ресторанчики стали открываться но только на улице знаете вот у кого нет на улице столиков поставить так и мы открыться не не как вот женщина так она не спеша знаете так идет не спеша да не то что вот наши то бегом бы побежали молочит машина стоит правда нет тут машина постоит вот так вот вот то есть вот это вот восстановление экономики долгожданная она такое знаете не быстро совсем не быстро и в общем ждем на прошлой неделе я так не стал на эту тему говорить но вот на прошлой неделе у нас полтора полтора миллиона было новых заявок на пособие по безработице а завтра четверг завтра вот мы узнаем данные за следующую неделю то есть процесс идет не только в ту сторону но и но и в общем и в сторону увольнения тоже не только сторону нами так что друзья ждем смотрим и наблюдаем а я вам буду докладывать а уж вы раз такое дело что я вам докладываю вы тогда подписывайтесь и лайки ставьте и вообще приходите еще счастлива